В общем, вот такой вот стапель. Одно дерево, второе дерево. Сзади пропустили цепь через прицепное проушину. Сзади мотнули таким вот образом. Вокруг балки привязали колесо. Там аккуратно, чтобы шланги не повредить. Подложки всякие подшланги вы подкладывали. Вон, трошки на взломилась, пластик. Вот таким образом к задней подвеске привязали цепью профиль. Обняли балку, перекрутили цепью, подставили деревянную подкладку. Здесь есть рельефность в гараже своеобразная. Ну и также гнутьё профиля тоже необычное. Поэтому вот как-то так вот крепим профиль к балке. Дальше у нас выложен профиль. Лежит одной частью между порогом и лонжероном. Брус под лонжероном. В конце или в начале трехмиллиметрового железа толстой части сюда ни в коем случае не подкладываем. Вот товарищ подложил, в результате прогнули, сделали некрасиво. Так был здесь неповрежденный лонжерон салонный. Вот. Салонный придется из салона немножечко толкнуть сюда. Значит, ну вот дальше идет профиль. И выходит на переднее колесо и вровень с лонжероном. В данном случае лонжерон необходимо опустить вниз. Вот ряд линеек, всего остального. Смеряем, смотрим. Горизонталь, не горизонталь. По одной линии, по другой линии. Вот так вот стреляем на глазок. Это, опять же говорю, домашний ремонт своими силами, как бы со знанием дела, но при отсутствии стапеля. Вот такой вот псевдо стапель. Профиль мощный. В данном случае СВП-33 применяется в шахте. Еще от Советского Союза достался. И вот таким вот образом он под машиной проложен, привязан к задней балке. И передний сапог, что называется, вот так вот стоит сапожок. И мы его вытягиваем в размер. Вот. Ну и, соответственно, смотрим, чтобы там не было вариантов. При необходимости, значит, подталкиваем из салона. Что где и как. Пока так. Дальше попробуем помочь подтолкнуть. Продолжение следует.